Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в студии Якутск сегодня. И мы собрались сегодня здесь с моими замечательными, молодыми, красивыми гостями на тему, которую хотелось бы обсудить и проговорить о том, что сегодня 86 лет исполнилось бы нашему первому президенту, нашему самому невероятному лидеру народа Саха Михаилу Ефимовичу Николаеву. Поговорим сегодня о том, какой вклад в лично наши жизни вложил наш первый президент, какие мероприятия проводятся сейчас в республике благодаря его вкладу, и поговорим с ребятами, как они себя видят в будущем, как продолжатели того, что уже сделал за свою очень долгую, супернасыщенную жизнь Михаил Ефимович. Меня зовут Любовь Клюкина, я являюсь директором благотворительного фонда ХРСХАУ. Ну и по совместительству веду Якутск сегодня, когда меня сюда пускают вести эту передачу. Мне помогают сегодня в студии режиссёры Николай Слепцов и Мария Сухолырова. Спасибо большое. Мы работаем с вами в прямом эфире. Вы можете звонить, задавать вопросы. Ну а сейчас я представлю вам этих красивых молодых людей. В первую очередь, конечно, мы с Аргланой давно знакомы. Я очень рада, что мы встретились сегодня в студии. С Арглана Леонтьева, председатель молодёжного совета Министерства финансов республики, специалист Министерства финансов. Очень давно является таким государственным деятелем. И сегодня расскажет о том, какой форум провели, где победили, что вообще происходило у вас в эти выходные дни. Также у нас в студии студентцев УФУ, Института психологии Ефимова, Калерия, красивое имя, потому что Калерия у нас с Аймеконского улуса. Приятно познакомиться, Калерия, с вами сегодня. Также мы сегодня поговорим с Каратаевым Сергеем. Он работает преподавателем в Вилюзском профессиональном педагогическом колледже имени Чернышевского. И сегодня у нас в студии Ильин Александр. Он является специалистом республиканского казначейства и членом молодёжного совета Минфина республики. Хорошо, познакомились. Ребята, я вам задавала этот вопрос уже до нашего эфира. Было время подумать, буквально три секунды. Как вы оцениваете личный вклад Михаила Ефимовича лично в жизнь вашей семьи и вклад в развитие нашей такой огромной республики? Сергей Голан, можно я тебе первое слово? Наверное, я начну с того, как Михаил Ефимович пришёл в мою жизнь, когда в первый раз я услышала об этом имени, ну и вообще расскажу вообще со школьных времён. Я ученик, получается, нового тысячелетия. Пошла в первый класс в 2001 году. И нам, как ученикам первого тысячелетия, Михаил Ефимович подарил рюкзаки, подарил медали с такими словами напутственными, чтобы такая медаль у вас была в конце окончания школы, чтобы вы старались и качественно получали образование. Но вообще, когда ты приходишь в первый класс, не всегда же говорится, что ты можешь получить какую-то медаль за победу в образовательной деятельности. Вообще об этом, в принципе, не говорится. Да, а тогда мы уже знали. И именно с того момента, наверное, с получения этой медали, уже в голове у тебя садится какая-то цель, семечка. И мы действительно старались. Училась я во второй школе в физико-математическом классе. Каждое лето мы посещали физико-математический форум «Ленский край» как раз-таки в Актёмцах. Были олимпиадниками по математике, по физике. Ну вот, с таким вот посылом у меня началась школьная жизнь. То есть цель была уже понятна с юных лет, что надо качественно получать образование со всех сторон, со всех информационных площадок и так далее и тому подобное. Вот так и вышло. Вот видите, что даёт человеку, когда он только начинает о чём-то думать. Тебе семь-восемь лет, и как бы с такими вот посылами, информацией входят в твою жизнь люди, такие большие люди. Да, непременно это включает в тебе ответственность, быть ответственным за свою жизнь и за свой народ. Вот такими большими громкими словами, как бы можно было, наверное, испугать маленького ребёнка, но для меня это была большая мотивация и стимул. Ты получила свою медаль? Медаль я получила. Медаль ты получила? Да, аттестат у меня красный, аттестат, как говорится, неинтересный, везде пятёрки. Ну как-то так. И тебе не стыдно, да, в том числе перед памятью Михаила Фимовича, потому что ты оправдала, по сути, то, что тебе предлагалось, да, оправдать. Ну, также и в старших классах, начиная с девятого класса, нас отбирали в детскую телерадиоакадемию «Полярные звезды». Это тоже детище, идея, наверное, нашего первого президента. Как раз-таки в Академии «Полярная звезда» мы были не только журналистами, мы не только освещали очень большие мероприятия, фестивали международных уровней совместно с делегацией республики. Вы летали, вы представляете, дети, и мы брали наравне с действующими политиками, с большими людьми. Мы были с такими горящими глазами, что мы, допустим, с Дмитрием Евгеньевичем Клушко, допустим, «Здравствуйте, можно у вас взять интервью?» И каждый раз, «О, моя Китай», ну, подруга из Китая потом называют тебя. Ну, как-то вот так нам открывались другие страны в рамках работы или активности в Академии «Полярная звезда». У нас там были направления «Родной мой край», то есть мы разъезжали по муниципальным образованиям нашей Родины и освещали развитие этих районов. Мы вылетали по направлению «Мировая цивилизация», знакомились с другим народом, с цивилизацией, да, получается. Были направления «Здоровый человек», «Здоровое общество». Нас представители из разных районов республики размещали в санатории, то есть мы получали и лечение, и познавали мир. Ну, это вот как раз-таки те направления доктрин, которые были разработаны при Михаиле Фимовиче, да, это такие основополагающие документы, на которые ссылались все, начиная от глав очень маленьких наслегов, заканчивая руководителями правительства, да, республики. Сарклана, спасибо большое. Молодые люди, что вот для вас личность Михаила Фимовича, вашей семье, вашей личной жизни, поделитесь, пожалуйста. Так, ну, дайте мне слово, как представители вот мои. Извиняюсь, волнуюсь. Ближе к микрофону, пожалуйста. Волнуюсь. Я понимаю волнение, да. Первое из моих знакомств с Николаем Михаилом Ефимовичем у меня было... Меня не посчастливало, если я лично познакомиться. Но первое знакомство у меня было через моего школьного президента. Он приехал к нам в школу после президентской ёлки. Вот, да, тоже очень масштабное, огромное мероприятие. Да. Я состоял в то время в президентском собрании, вот при моей школе, и он прям открыл телефон и показал селфи с самим Николаевым. Он прям держится им за руки, и прям у всех членов нашей собрании загорелись глаза. Ага. Даже от такого факта, да? Просто фотография с нашим первым президентом даёт такую большую отдачу нашей молодёжи, такую бурную реакцию. Но мне посчастливалось посетить, как сказать, физико-математический форум Ленский край, который был, как бы, сформирован благодаря нашему президенту. Да. И каждые четверть я по... Мы ездили туда и учились. Вот. Сейчас я вот стою, работаю в республиканском позначействе. И я думаю, благодаря нашему первому президенту моё приобщение к науке, математике, очень сильно повлияло на моё будущее, так как все ресурсы наш президент венитриал в молодёжь. Политика у него была такая, развитие молодёжи. И сам сейчас я благодарен Михаилу Ефимовичу за его работу, за его усердное... Ну вот за вот этот вклад. Да. Потому что мне кажется, что тогда в 90-е, представляете, насколько было сложно. Страна разваливалась. И тут просто волевым решением принято решение, что у нас будет суверенная республика. Принята декларация. Михаил Ефимович её защищал. И он сказал о том, что всё, что есть в республике, принадлежит республике. И благодаря вот этим благам всё это было сделано, построено. Те здания, про которые вы говорите. И я вот даже примерно себе не могу представить, насколько сложно политически было это сделать. В то время, когда просто в других республиках происходили страшные вещи на самом деле. Когда они отделялись, когда были моменты даже экстремизма в том числе. У нас это всё удалось превратить в наилучшую форму на самом деле государственного управления. Спасибо, что вы рассказываете о личном. Что у тебя? Добрый день. Меня зовут Сергей. Начну с того, что я очень сильно уважаю Михаила Ефимовича. И после форума я его ещё многократно начал сильно уважать. Потому что там очень хорошо объяснили, кто он такой, что он сделал для республики. Как он это всё делал. И я тоже волнуюсь. Сергей, а почему ты стал преподавателем? Почему выбрал вот это направление для мальчиков так необычно, мне кажется? Ну, это направление я выбрал очень-очень как-то резко. Я вообще-то обучался на экономиста, на бухгалтера учился. Быть коллегой, да, работать в космосе. Да, ну, я так и работал. Я, естественно, предпринимательство работал, администрацию в ЛУСа работал, но потом резко почему-то решил, захотел обучить детей, потому что в этом я тоже немножко разбираюсь. Ну, и в самой системе образования тебе сейчас комфортно, хочется в ней развиваться? Я понимаю, что сейчас, честно, очень сложно отвечать под камерами, да, и в прямом эфире, но всё же. Мне вот сильно удивилось, меня это всё удивило, я вот понял то, что реально там можно работать человеком, это очень хорошая деятельность. То есть, ага, очень правильная такая, ну, что-то такого рода. Спасибо. Спасибо. Галерия, кто для тебя был наш первый президент? Вот как ты с ним, может быть, как-то заочно познакомилась? Ой, лично я сама ребёнок нового поколения, поэтому я не знаю, вот именно лично не удалось познакомиться с первым президентом, конечно, но после того, как я услышала много рассказов от родителей, да, вот, о том, как о нём рассказали нам, получается, в библиотеке, я очень сильно горжусь то, что у меня был такой первый президент, но, к сожалению, опять же, я с ним не знакома, но есть что рассказать другим людям, какой крутой у нас был первый президент. То есть, даже в других регионах, в принципе, можно рассказывать, да, наверное? Да. Делиться информацией, да? Ты сейчас учишься в... В СУФУ. В СУФУ, в Институте психологии. Кем в будущем, где ты планируешь работать, как строить свою жизнь? Просто интересно. Ой, очень сложный вопрос, на самом деле. Но сейчас, в первую очередь, у меня в планах закончить, поэтому у меня, ой, потребуется очень много времени, я так учусь на специалитет, это 5 лет и 6 месяцев. Это очень долго и сложно, можно сказать. Но по окончанию я буду работать в МВД или в МФЦ. У меня, получается, направление психологии служебной деятельности. И надеюсь, что я пойду по этой профессии. Ну или, может быть, в будущем будешь как-то повышать свою квалификацию, где-то ещё обучишься. Да, в планах есть, на самом деле. Но для психологии лично до себя можно изучить, потому что это интересно. Да. И во многое могут пригодиться в жизни. Где вы собрались такой вот очень разносторонней командой, на самом деле? Я так понимаю, что вы являетесь сейчас представителями какого-то мероприятия. Сергей уже сказал, что был форум. Что был за форум, где он проходил, и как вы туда попали? Ну мы все участники Николаевского форума. В этом году нам посчастливилось принять участие в таком значимом, наверное, в этом году мероприятии. Площадка Николаевского форума организована как раз-таки молодыми ребятами тоже нашего возраста. Молодёжным парламентом при Государственном собрании «Ильтумен». Их лидер Антон Анатольевич Васильев. Прекрасная площадка, где собрались представители молодёжи как специалисты, в первую очередь, наверное, я отмечу, из исполнительных органов власти, с муниципалитетов, с администрации, представители креативных индустрий. Были у нас и журналисты, были у нас и предприниматели, молодые люди из Алданского района в моей команде как раз-таки. Были у нас и студенты. Поэтому я думаю, что этот форум будет иметь плоды, потому что собрало именно специалистов. Также у нас в течение двух дней к нам на общение, на прямой разговор, так сказать, пришёл, приехал председатель Госсобрания. Заместитель председателя Госсобрания. Был у нас и заместитель председателя правительства. Но было очень на высоком уровне, и ребятам это колоссально подняло, как сказать, включило в них такую вот энергию созидания на одном как бы. То есть они поверили, что их могут услышать на этой площадке. А вас действительно слушали? Да, слушали. А в формате какого? То есть это был какой-то диалог, разговоры? Что вы обсуждали? Мы выходили и выступали. Мы сделали свои проекты. Каждый команд разделили на шесть команд, и после этого вы вышли и защитили свои проекты. Вы все были в одной команде или представители разных, да? Сергей, в вашей команде над каким проектом вы работали, что вы разрабатывали? Мы вместе разрабатывали... Ага, с Аргаланой, да? Ага, вместе с Аргаланой разрабатывали свои проекты. Наш проект — это был брендирование... Центр брендирования Яхути. Да. Да. Что это? Ну, это получается... Допустим, у нас есть сейчас сегодня Центр поддержки экспорта. Организация, которая помогает бизнесу, малому и среднему предпринимательству выйти на внешний рынок. Теперь мы будем знать, что он есть. Хорошо. Да. И знаем, что были зарегистрированы некоторые товарные знаки уже за границей. То есть наши предприниматели уже как бы вышли, выходят, начинают это делать. Но пообсуждав за круглым столом, да, так сказать, с своей командой, мы пришли к мнению, что у нас нету пока таких сильно говорящих брендов из Якутии. Есть, допустим, есть Apple, а в якутске почему нет? Есть Угги, а у нас есть Унты. Ну, что-то вот такое. Да, да, да. Да, и надо как бы помочь, наверное, и предпринимателям, и бизнесу, который хочет масштабироваться, именно внести механизм бренд-менеджмента у нас в Якутии. Мне кажется, это такое новое что-то, да, для многих. Да, да, из креативной экономики. Да, да. Ну, мы молодёжь, поэтому мы решили представить такие проекты. А также вот у Сергея был тоже свой проект, да, с Александром Залданского района. Да, да, мы объединили проекты, получается, и этот проект, ну, как бы это объяснить, бюджет республики в основном зависит от сырьевого экспорта. Да. И чтобы развить несырьевой экспорт, мы предложили такую идею, чтобы продавать и производить собственную продукцию. Это пластмассовые изделия, это текстильные изделия, а также выходить на китайский рынок, это... Не наоборот, да? Да. Мы выходим на центральные районы и на китайский рынок. А в китайском рынке мы бы хотели продавать сельское хозяйство, ну, говядину, конину. У них конина стоит тысячу рублей за один килограмм. Ну, не конина, а, извините, корова стоит тысячу рублей за один килограмм примерно. Да, говядина вязана. И у них конины вообще нету. И они считают, что конина в республике Саха-Якутия, ну, так и есть. Она очень вкусная, она и полезная, и имеет очень много витаминов. Ну, это же было не только в формате идеи, я так понимаю, что вы просчитывали, анализировали, да, и в проект всё это входило, весь анализ, потом, наверное, риски, да, какие-то учитывали. У нас не было времени, чтобы рассчитывать все эти подробности, конечно, на поверхности, конечно, были расчёты. Можно я добавлю, у вас генеральная идея была в том, чтобы создать город-спутник. Да, да, да. Город-спутник. Это сейчас очень животрепещущая тема, потому что вот пару дней назад, да, было поручение президента страны, чтобы создали города-спутники. Пять городов-спутников. И один из них мы предлагаем создать у нас в республике Саха-Якутия, чтобы наш сырьевой экспорт ориентировать на более несырьевую. А, очень интересная идея. Поговорим о ней более подробно уже после перерыва. Ну и вы тоже расскажете, какие проекты вы придумывали в рамках своих команд. Хорошо? Поделитесь. Пусть команда за экраном погордится, что вы рассказываете про идеи ваших команд. Ага. Уходим на перерыв. Возвращаемся в прямой эфир передачи ИКУС сегодня. Напоминаем, что вы нам можете позвонить, задать вопросы, дать предложения ребятам по номерам 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните, будьте активными. До перерыва мы начали говорить о проектах, которые ребята разрабатывали в рамках Николаевского форума, который был посвящен памяти уже Михаила Фимыча Николаева. Мне посчастливилось проводить этот форум при живом участии Михаила Фимыча. Сейчас у нас поступил телефонный звонок. Я вам потом еще про форум расскажу, про прошлый. Ага, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Хангалатский умруст, Валерий Иванович Артюшкин. Здравствуйте, Валерий Иванович. Ваш вопрос. Я вот с ребятишками, что ты собрала очень хорошо, что вот дети, молодежь нас здесь присутствует. Я хотел сказать вот несколько слов, охарактеризовать Михаила Фимыча сегодня тоже с днем рождения. Да, это будет важно. Я член инициативной группы в лечении в 90-х годах. Один из первых возглавил инициативную группу по выборам первого президента республики Саха Михаила Фимыча. И с тех пор мы все время вместе с ним. Поднимали сельское хозяйство. Я заслуженный фермер России и республики Саха. Слен общественного совета, ДОСААП, СССР. И вот я все время был с Михаилом Фимычем. И все время, где какая передача не будет, я всегда удивлялся от Михаила Фимыча, как вот он шуверенитет добился в 90-м году. Вместе вот мы с ним были и вместе вот я все время был свидетелем, как он добился шуверенитета, как он утвердил Конституцию. И самое главное, вот я молодежи хочу сказать, для чего я и вот позвонил-то, что вот он был такой отважный человек, он патриот номер один у нас в республике. Таких людей больше нет. Я его вот лично сравниваю с Петром Первым в России, императором России. Сколько реформы сделал Петр Первый, столько реформы сделал ДОСАХа Михаил Фимыч. И вот он на открытом собрании СССР, на открытом, где было правительство, Ельцин президент, он выступил и прямо сказал, вот молодежь пусть меня запомнит, сказал, если вы не утвердите нашу Конституцию, если вы не подтвердите нашу суверенитет, я прекращаю отгрузку алмазов, угля, нефти и газа, сказал. Вот так можно, вот как человек, вот такой дух собраться, сколько силы, сколько води надо иметь. Никто никогда СССР так не говорил. Я прекращаю отгрузку. Вот вы недавно говорили, что времена были очень сложные, кругом война, все республики сходили, а вот он так сказал Михаил Фимыч. Понимаете? И вот я хочу, чтобы молодежь это запомнила. Надо таким быть, как Михаил Фимыч. Спасибо большое за ваш звонок, за ваш еще один посыл. Вот сейчас, не знаю, у меня на самом деле мурашки по мне бегут. Валерий Иванович, спасибо вам большое за то, что вы нам позвонили, поделились своими воспоминаниями. Мы вам желаем здоровья. И, пожалуйста, участвуйте в мероприятиях молодежных. Приходите для того, чтобы напрямую тоже иметь возможность общаться с молодыми людьми. Ребята сейчас рассказали, что они были в Ленском крае, в Малой академии наук. были поражены объемом тех зданий, которые там построены, их невероятным форматом. И, скорее всего, вы еще раз поедете туда, будете проводить там определенную работу, я так чувствую. И Валерия Ивановича тогда нужно будет тоже пригласить, мне кажется. Мне кажется, это было бы очень хорошо. Благодарим вас за ваше неравнодушие, и всегда мы с вами на связи, мне это очень радует. Ребят, расскажите, пожалуйста, про ваши проекты, что вы разрабатывали командами. Вообще, понравилась ли вам такая командная работа, и не показалась ли она вам проведенная зря? Не знаю, вдруг. Насчет форума. Форум у нас был нацелен на изучение стратегической социально-экономической развития Якутии. И на данный форум пришли почти со всех районов нашей республики. Более 30 районов. Только два района не было. Но это хорошее представительство. И в данной форуме почти обсудили проблемы почти всех районов. У нас снова телефонный звонок. Давайте мы снова закрепим эту мысль, продолжим рассказ. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А почему же форумы теряют популярность? С праздником вас, президент Якутии! Здоровья вам! Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Почему форумы теряют популярность? Теряют популярность. Ну вот ребята сейчас рассказывают о том, что довольно популярно. Был некий отбор даже на форумы? Или... Да, Сергей? Отбор, скорее всего, был в муниципальных районах. Он был, потому что мы видели уровень подготовки ребят на самом деле. Специалисты были хорошие. То есть все были прям замотивированы. Да, по своим отраслям как бы все было очень... Ну то есть конкретно это мероприятие, скорее всего, популярность свою не теряет. Наоборот, я следила, если честно, за информацией, выходящей из прошедшего форума. Он прошел гораздо более масштабно, чем форумы ранее, которые проводила я. Помогала в проведении которых. Мне показалось, что массово и с очень серьезной повесткой. Вы обсуждали стратегию развития республики. Есть у нас пять стратегий. Пять целей. Пять целей, стратегии. И наша команда работала по направлению стратегической цели глобально, конкурентоспособной, базовой отрасли экономики. Республика Саха-Якутия. По данным документам мы изучили и выбрали для своего проекта внедрение. В самом проекте, в стратегии было прописано внедрение принципа социальной ответственности, как лицензия на работу. Интересно. Да, очень интересный принцип. Мы взяли этот тезис как для своего проекта и разработали проект по увеличению кадровых работников из нашего местного населения. В каких отраслях? Отраслях промышленных. Ага, то есть через что можно было бы их привлекать к добыче, к освоению и так далее. Вторым целем мы взяли, как мы знаем, доходы в республике у нас высокодетационные. Более 90% стоит. Поэтому, чтобы привлечь дополнительные доходы, нужно республику привлекать организации. И именно чтобы их головной офис находился у нас в республике. И только в этом случае у них будет выплачиваться налоги на прибыль. Это как представитель казначейства очень с сознанием дела говорит. На самом деле это действительно ведь огромная проблема, потому что все налоги идут куда? Туда. Что быть не должно. А что принципиально нового вы предложили в этом плане? В этом плане. Насчет первого. Создать новый фонд. И по этому фонду мы должны с недропользователями, с двухсторонним соглашением, в котором мы должны указать ключевые показатели. Да, ключевые показатели, по которым, например, 80% работников должны быть местного населения, если данная ключевая критерия не выполняется. И вот разница между этим невыполнением направляется в фонд. Фонд для развития и обучения населения местного. Очень интересно. По второму принципу, а по второй цели мы использовали вот данный принцип социальной ответственности как лицензия на работу. Вот, если, ну, это, конечно, очень сложно внедрить. И если организации работают и добывают недра с нашей республики, они должны находиться в нашей республике. То есть должны быть зарегистрированы. Да, должны быть зарегистрированы здесь. А в случае, если они этого не делают? Вот, и должна вот работать данный принцип. Потому что сейчас, на самом деле, делают так не все. Ну, и от этого и социальное недовольство у населения возникает. Интересно, но мне кажется, у вас была очень сложная задача. Такой, вот, какой-то очень, извините за самую, такой чиновничья такая, да, задача стояла перед вами, как настоящими крупными чиновниками подумать, да, как ее решить. В команде как поработали? Было бы, было ли интересно, нашел ли ты себе, может быть, новых друзей, единомышленников? Вот, как раз-таки насчет команды. Команды, ну, все вот участники были с разных районов, у каждого свое мнение. Это вам нужно было познакомиться, сплотиться. Получилось? Получилось два дня нам хотело, чтобы познакомиться, найти единую мысль, по которой мы будем работать, и, конечно, решение данной проблемы, которую мы поставили перед нами. А что дальше? Ну, вот, кроме того, что у вас теперь веселая группа в WhatsApp, и вы будете иногда встречаться, что у вас дальше будет? Я разговаривал с Антоном Анатольевичем, с председателем молодежного парламента, ему привет. В госсобрании, привет. Скорее всего, он нас слышает, радуется отзывом, проведенным его форумом. Вот, и вот, то, что он мне сказал, мы услышим все, все проекты, все проекты, и мы найдем единую мысль данных проектов, и постараемся реализовать их через госсобрание. Госсобрание, да, через ту площадку, через которую, в принципе, все это и должно быть сделано. Спасибо. Ага. Калерея, как у тебя в команде шла работа, над чем вы, что вы придумали? У нас было, получается, направление сохранения природы для будущего поколения и всего мира. Мы, получается, предложили, у нас было несколько предложений, как можно изменить вот эту стратегию. Выделю самое главное, это, наверное, утилизация отходов. Там же в северных районах не более 11 месяцев, да? А мы хотели продлить этот срок до трех лет примерно, потому что там очень сложно с авиацией, и им, главное, получается, доставить продукты, наверное, местному населению, да, нежели там отходы. И, получается, подготовка инженеров-экологов. Это было интересно, потому что сейчас именно... Я даже знаю, кто у вас был активный в команде, скорее всего, Иван Идрихинский, да? Да, точно, точно. Он нам очень сильно помог, за это ему огромное спасибо, конечно. Вот, и что я хочу сказать. Вот инженеров-экологов нужно подготовить, потому что будущее в руках молодёжи. И нужно хорошенько вот попрактиковать студентов, не только теория, да, а взять там на какой-то большой проект. И, получается, изнутри всё, как сказать, изнутри вот всё изучить внимательно, поподробнее, не только вот теории, получается. Всё равно теория, она важна, но не так важнее, чем практика, скорее всего. И работа в команде далась нам легко. Мы прям... У нас большинство участников в команде были студенты. И с нами сложно найти подход к разговору, потому что мы сейчас ещё... Ну да, вы сложные, подтверждаю. Мы полностью не раскрылись, можно сказать. А некоторые участники нашей команды были уже работниками. Взрослые специалисты. Да, взрослые специалисты, спасибо. И что можно сказать? Они очень легко к нам нашли подход. Да? Да. У нас, получается, все студенты были с северных улусов. Я, получается, с Аймиконы, были с Наваррского улуса и Эбиново-Батантайского улуса. Вот. И у всех проблемы. Получается, мы разговаривали насчёт всего этого. То есть вы их открыто высказывали? Да, открыто высказывали, нас очень внимательно слушали. И из этого как-то находили выход, приходили к решению проблемы. И всё, было легко. Ты же только на первом курсе. Да. Только-только вот, по сути, приехала в Якутск. Да? Нет, да? Хорошо, ладно, не только. Для тебя такого рода мероприятие, тем более под эгидой нашего первого президента, вот что для тебя это значит? Для меня... Может быть, очень личный вопрос, конечно, но всё-таки. Ой. Ну, это повод для гордости. Повод для гордости, да. Не каждый может принять участие в таком мероприятии, наверное, да? И, как сказали, вот, не становится популярной. До этого же было разговора у нас. Сейчас нужно работать над тем, чтобы молодёжь тоже знала, какие проблемы на самом деле есть у нас в республике Саха-Якутия. И как она может принять решение, участвовать в решении этих проблем. Ага. И нужно уже с малых лет, наверное, вникать в проблемы детям и молодым специалистам, получается, в будущем. Тогда, скорее всего, все будут знать об этом форуме. И в дальнейшем, наверное, будет больше участников и больше проектов. И, скорее всего, очень много идей. Спасибо. Мне кажется, что форум ещё такая была под целью, ну, по крайней мере, когда я смотрела, да, про его проведение, это рассказать о масштабе личности, Михаила Фёновича. Вам рассказывали вообще о биографии? Может быть, раскрывали какие-то интересные страницы его жизни? Было такое на форуме, Сарклана? Было такое. Юрий Иванович лично проводил всем участникам экскурсию по архиву первого президента. Я видела, как горят глаза тех, которые, наверное, в первый раз вступили в это здание. Это действительно очень здание, наверное, пропитанное духовностью, духом. И такой вот энергетикой, когда ты погружаешься в мысли сокровенные, в начало-начал. В начало-начал. Сарклана, вы работали над стратегией, над сложным документом для понимания, не знаю, даже у большинства людей, скажем так, потому что они написаны чаще всего таким сложным языком. Все предложения, которые вы проговорили, продумали, предложили, что с ними будет дальше? Так, ну, организаторы непременно будут создавать резолюцию по итогам форума. Также наша команда имела отличия. Ну, мы победили, ну, наше направление победило, и наше единственное отличие... С победой вас. Спасибо. Было в том, что мы предложили конкретные изменения, внесение, проект внесения изменений в соответствующий закон о стратегии СР. Наверное, это было, ну, как бы, да, основным элементом нашей победы. Такой фишкой, да? Такой фишкой, да. У нас остается совсем немного времени. Вот Сарглану все же хотела спросить, да, что для тебя продолжение дел первого президента? То есть ты так хорошо начала сегодняшний наш эфир, что ты получила вот такой посыл. Какую свою будущую миссию ты видишь, и что бы ты хотела в будущем сделать в республике? О мечтах, мне кажется, можно говорить. Михаил Ефимович, потому что он 100% очень сильно мечтал. Два слова. Так, ну, мы знаем, что для Михаила Ефимовича образование было абсолютной ценностью общества, и у него было как раз-таки пять китов развития образования. Это музыка, шахматы, изучение языков и спорт. Вот по музыке. Я хочу, чтобы наша современная музыкальная индустрия развивалась. Это моя мечта. Спасибо большое, ребят. Спасибо вам за этот эфир. Я надеюсь, вам так.